Ну как, самое простое унитарное неприводимое представление СУД это, ну как бы, скаляр. То есть это одномерное, даже не знаю, как это обозначить, ну давайте обозначим это просто В, без индексов. То есть это одномерное векторное состояние, на которое СУД вообще никак не действует. Ну и естественным образом устроено В, W, это просто В со звездочкой W, внутреннее произведение. То есть я думаю, вопросов в том, что оно положительно определено нету и то, что оно инвариантно нету. То есть это, скажем, скалярное представление. Чуть более нетривиальный случай это вектор. Ну я думаю, понятно, как он преобразуется умножением на матрицы из СССР. И внутреннее произведение двух векторов это просто, я думаю, опять же, понятно, что оно положительно определено. Что можно делать дальше, можно рассматривать тензорные произведения векторов. Простейший пример тензорного произведения это двух векторов. Это, ну так, немножко неграмотно с точки зрения математики. Ну в общем, тензорно умножая два векторов представления, мы получаем тензор с двумя индексами. То есть я думаю, тоже вы понимаете, как на него действует СУД. То есть они действуют матрицами СУД на каждый из индексов. Но оказывается... То есть, ну это тензор ранга два. Ранга два. Но оказывается, что это представление приводимо. Причем оно приводимо даже как представление ЖЛД. То есть не только как большей группы. А именно, если мы возьмем VAB такое, что VAB равно VBA. То есть симметричный тензор. То, ну очевидно, что свойство симметрии опять же сохраняется. При под действием преобразований... Ну давайте не будем про ЖЛД. Под действием преобразований СУД. То есть это вызывает или просто не вызывает? То есть... Ну, V' Там A' B' Вы там подействовали какими-то там матрицами ортогональными A' 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 B' B' VAB Ну и тогда то, что VAB равно VBA подразумевает, что V' A' B' V' B' A' Точно так же антисимметричные тензора. То есть условия антисимметричности тоже инвариантны по отношению к ортогональным преобразованиям. То есть давайте антисимметричность... A' B' А' B' А' B' А' B' А' B' А' B' Тоже инвариантны. А' B' А' B' А' B' Я просто вам пока приведу примеры, почему эти представления приводимы. Потом будем этим заниматься более систематически. Ну и третье наблюдение, что если VAB это в данном случае это дельта AB. Если след равен нулю, то это условия тоже инвариантны. в данном случае на самом деле можно перефразировать другим способом. Что произвольный вектор W' ВАБ можно представить в виде ВАБ плюс УАБ плюс, скажем, С на дельта АВ, где это симметрично, антисимметрично, но это скаляр. Он вообще никак не преобразуется. Ну и такое разложение, оно инвариантно по отношению к портогональному преобразованию. Подобным образом можно продолжать для тензоров третьего ранга, четвертого и так далее. Это на самом-то деле довольно трудоемкая работа. То есть все это, внимательно со всем разобраться и проследить, почему ответ именно такой. Поэтому я вам просто дам ответ. Как бы в нескольких версиях. Сейчас, по поводу этого случая. То есть мы показали, что вот это представление просто тензора, оно приводимо, но вот эти представления уже не приводимы. То есть дальше выделить какие-то инвариантные куски невозможно, инвариантные линейные пространства. И нас теперь интересует, как выглядит более общее неприводимое представление такого тензорного типа СОД. Что мы ожидаем? Мы ожидаем, что оно должно описываться каким-то тензором с большим количеством индексов. Скажем, тензор. Пусть тензор будет, ладно, пусть тензор будет T, а не V. Тензор будет T, у которого много индексов. Тензор, который без следов, и на которые наложены некоторые условия симметрии. Вопрос вот, какие условия симметрии нам надо наложить, чтобы тензор описывал неприводимое представление ортогональной группы. Я тут даю сразу ответ. Симметрии неприводимых тензоров задаются то, что называется диаграмма Юнга. То есть это такой некоторый объект, состоящий из клеток, которые размещены в строке с невозрастающей длиной. То есть, скажем, если длина, скажем, это и 1, и 2, и 3, то и 1 больше либо равно, и 2 больше либо равно. И, я не знаю, пусть последнее будет H. H пусть будет высота. Больше либо равно, больше либо равно, больше либо равно, больше либо равно, и H. Зачем нам эта диаграмма? Каждая клетка этой диаграммы соответствует одному индексу тензора. То есть, в этой диаграмме всего N клеток. Более того, давайте даже напишу, что I1 плюс IH равно N. Более того, тензор симметричен. Да, давайте в соответствии с вот этими строками разобьем индексы тензора на группы. Скажем, I1 плюс 1. Так вот, симметричные свойства этого тензора таковы, что он симметричен. А по отношению к, типа, перестановкам в одной группе. То есть перестановки индексов в одной группе. Второе требование. Второе требование состоит в том, давайте сперва на картинке, что симметризация по всем индексам из одной строки с любым индексом ниже дает 0. Давайте я это буду обозначать так. То есть у нас есть этот тензор, у нее какие-то индексы A1. Первая группа. Потом, скажем, начинается вторая группа. Здесь A, там, не знаю, 100. И здесь где-то мы берем еще один индекс A. Я их все обозначаю одной буквой, что подразумевает, что по всем вот этим индексам идет симметризация. То есть это у меня такое будет обозначение, что если я их обозначаю одной буквой, это означает, что надо симметризовать по всем перестановкам этих индексов, и ответ будет 0. Давайте я немножко расскажу, что я подразумеваю под симметризацией. Под симметризацией я буду подразумевать некоторую операцию, которая добавлением слагаемых с переставленными индексами делает тензор симметричным, раз, два, который является проекцией. В том смысле, что два раза я применяю, мы получаем то же самое. В таком случае симметризация, ладно, пусть будет пока так, вот AB по AB это 1,2. О, плюс, какой минус. В случае, скажем, трех индексов ABC это у нас всего шесть, ну, то есть три факториалтеристановок индексов. ABC плюс T, ACB плюс T, BAC, BCA плюс T, CAB плюс T, CVA. Вот. Я это также иногда буду обозначать T, ABC, или просто, если у нас был тензор несимметричный, но он обозначен T, A, A, но это означает, что мы его симметризовали. Также это еще будет обозначаться иногда T, A, 3. То есть все равно они одинаковые индексы во всех отношениях. То есть, например, если мы захотим свернуть один из них, неважно, с кем сворачивать, то есть достаточно знать их количество. Не, не, здесь ничего не сворачивается, здесь идет суммирование по всем перестановкам этих индексов, то есть симметризация. Симметризуем во всем. И требование, что это должно быть 0. Ну и да, соответственно, используя эти обозначения T, которые у нас были здесь, можно записывать в виде T, A, E1, B, E2, C, E3 и так далее. Тензор по этим индексам симметричен, поэтому можно игнорировать различия между этими индексами. То есть я не только буду обозначать симметризацию как операцию, но и просто, если у нас тензор симметричен по этим индексам. Короче, там один индекс, так значит. Да, да. Один и тот же индекс виден. Раз. Ну и утверждение состоит в том, что вот тензоры с так и такого рода симметриями являются неприводимыми представлениями SOD. Ну, вообще, например, не очевидно, что тензор с такой симметрией вообще существует. То есть я думаю, пока вам, может, не знаю, может, кажется очевидно. Ну, не знаю, мне кажется, естественно, что хочется сделать, это потребовать, чтобы, скажем, тензор был симметричен по всем строкам и антисимметричен по всем колонкам. Вот если вы начнете пытаться это делать, даже в случае такого тензора, то вы увидите, что решения нет. Ну, давайте даже это сделаем как упражнение. Давайте как-то более ясно его выпишу. Есть T, A, B, C. Давайте даже не буду эту черточку ставить. Такое, что T, A, B равно T, B, A, C. То есть это неправильно трактованная диаграмма, в которой вот так вот симметрично, а вот так антисимметрично. Где здесь вот индексы A, B, C. А, нет, нет, сейчас секундочку, надо переставлять A, C. C, B, A. Показать... Мы на струнах показывали. Да? Да. Просто получается, что там ты только 5 забрали, и не 5 забрали, если я. Короче, да, вообще. Все были на струнах? Нет? Ты еще в первом симметре был, да? Хорошо. Ну ладно, так, чисто для общего развития упомяну, что существует другой способ по этой диаграмме характеризовать симметрию тензоров. И он тоже рабочий, и существует язык перехода от одного способа к другому. И состоит он в том, что, опять же, тензоры бесследованы, но теперь тензор антисимметричен по всем индексам в одной колонке, и антисимметризация по всем индексам в одной колонке с одним индексом и с другой дает 0. То есть люди это называют симметричные и антисимметричные базисы. Так, дальше, дополнительно. Да, у СОД существуют кроме метрики еще один инвариантный тензор, который полностью антисимметричен. На этом языке он имеет симметрию на первом языке и на втором тоже. То есть абсолютно антисимметричный тензор с D-ячейками. И его можно использовать для того, чтобы устанавливать эквивалентность между разными представлениями. Скажем, можно начать с тензора с индексами. Кстати, я учитываю, что у нас СОД, кридовая метрика, можно не различать верхний и нижний индексы. Скажем, А1, АН свернуть. И таким образом определить тензор с индексами АН плюс 1 АД. То есть, опять же, очевидно, что из-за того, что этот тензор инвариантный по отношению к кортогональным преобразованию, получается, что вот эта формула инвариантна. И, соответственно, она устанавливает эквивалентность между представлениями длиной N и D-. В общем случае можно, опять же, сворачивать индексы в любой диаграмме. Можно начать с некоторой диаграммы и, скажем, свернуть получится нечто. Это тоже, как бы, установлена эквивалентность между представлениями. Проблема в том, что не всегда правая часть будет бесследовой. Без. помимо этого еще тоже факт, который не совсем очевиден. так, ну так скажем, факт. Если у нас есть диаграмма, у которой в первых двух колонках здесь неважно что, если H1 плюс H2 больше либо равно D, то такая диаграмма равна нулю. то вот эта штука равна нулю. Здесь важно, что она бесследована. то есть важна. Девятьдесят это примерно то есть да. Что след вот этой штуки равен нулю. Кстати, не знаю, вы не спрашивали, но то, что след равен нулю, я имею в виду по любой паре индексов. Вот это утверждение, на самом деле, тоже не так сложно доказать. Но можно, я думаю, просто убедиться в том, что это правда на примерах. Давайте, раз вы знаете, делали это упражнение. Возможно, другое упражнение вы не делали. Упражнение. Есть диаграмма с такой симметрией Trace ее равен нулю. t равно 3. Trace равен нулю. t равно 3. Показать, что отсюда следует, что tensor вот с такими свойствами равен нулю. то есть просто придется, ну, как бы, выписать все соотношения, которые следуют. В общем-то, можно, наверное, на доске прямо сделать. Но, наверное, если вы сами попробуете, будет лучше. То есть просто выписать все соотношения, которые отсюда следуют. То есть симметричность по двум, полная симметризация по трем равна нулю. Плюс все следы равны нулю. И учитывая тот факт, что, в общем-то, индекс может принимать только три значения, выяснится, что, ну, опять же, получается, что, типа, t равно минус t, или все компоненты равны нулю. Ну, такой некоторый перебор не очень трудоемкий. Ну, вот это более-менее все по поводу представления СУД. У нас еще где-то полчаса тоже больше. Теперь, если мы вернемся к... Ладно, я не затрагиваю фермионы, потому что там все приблизительно, ну, концептуально так же, с точки зрения того, что я собираюсь дальше делать. Но с дополнительными техническими подробностями, которые я не хочу вникать. Если говорить о бозонных представлениях, то вот это были все бозонные унитарные представления СУД. Ну, и теперь, если мы вернемся к старой задаче, то есть я напомню, что в случае m квадрат больше нуля. Нас интересовали представления СУД минус 1. Это означает, что они характеризуются диаграммами Юнга, у которой h1 плюс h2. На самом деле, давайте так скажем, что у них ну, след равен нулю, как всегда. трейс равен нулю. И каждый столбец сейчас меньше либо равен d пополам. Это условие следует из-за того, что если он длиннее, то его можно дуализовать. Сейчас, секундочку. Мне кажется, вот это условие, оно более сильное. Просто h1 плюс h2 меньше d. Да, то есть у нас было условие, что если h1 плюс h2 больше либо равна, такая диаграмма равна нулю. из того, что h1 плюс h2 меньше d, следует, что все остальные меньше d пополам. Правильно? Ну, учитывая, что длины столбцов не возрастают. Давайте я там напишу явно. явно. Сейчас, секундочку, я что-то... Ну, это меньше, чем 2. Не, сейчас, я, наверное, спутал. Не, секундочку, здесь d равно 2, это 0. Сейчас, давайте я проверю. Я, по-моему, на 1 ошибся. То есть про вот это условие вы не сталкивались. Нет? Сейчас, по-моему, правильное утверждение, что h1 плюс h2 должно быть меньше либо равно d. Тогда все нормально. Ну, ладно, давайте не будем терять времени. То есть я в следующий раз вам точно скажу. В общем, я, наверное, не буду терять времени. Я думаю, что h1 плюс h2 должно быть меньше либо равно d. То есть, например, диаграммы высоты d пополам, если размерность целая допускается. То есть такие не равны нулю. А вот h1 плюс h2 больше, да, вот такие диаграммы равны нулю. Тогда в этом примере, да, надо в случае d равно 2. В случае, когда d равно 2, эти диаграммы равно нулю. Сейчас. Упрежение в том, что в предыдущей записи должно быть строго и равенствованно. В конкретных случаях D равно 4, мы имеем SO3. Это что значит, что… Ну, само собой у нас могут быть там, скажем, симметричные тензоры, можем что-нибудь такое себе позволить. Смотри… А, в общем-то и все. То есть вот это, как такого рода диаграммы, здесь в первых колонках уже 4 индекса, то есть это равно нулю. Более того, используя ε на bc, сворачиваясь с этими двумя индексами, это представление, опять же, эквивалентно-симметричного. Таким образом, для массивных полей в четырех измерениях по существу, вот если мы интересуемся только не эквивалентными представлениями, массивные представления классифицируются спином, которые характеризуют длину вот этого блока, то есть длину этого симметричного бесследового тензора. То есть характеризуется S равно 0,1,2. Но, опять же, Фермиона я не рассматривал. При массе, равной 0, но все то же самое, то же самое с d-1 заменяем на d-2. Отдельно можно посмотреть на случай четырех измерений. Это мы имеем SO2. Это означает, что, в принципе, ничего кроме симметричного тензора мы написать не можем, иначе у нас будет конфликт с тем условием. То есть оно будет равное 0. Ну да, то есть, ну и S это S равно 0,1. Это, опять же, точно называется спином. А вот d равное 2. То есть у нас на санкутном тоже как-то два санкута, но он какой-то странный санкутный. Там, возможно, представление… Сейчас… Что же было? Увести 2. Если, скажем, речь идет о массивных полях, то есть в данном контексте, если мы просто возьмем d равно 2… Су-1. Су-1, Су-1. Которая, ну, тривиальная, это означает, что все представления скалярой. И если у нас идет речь о полях, то есть у нас есть по стволам поля, я понимаю, что есть некоторое уравнение движения на него, то действительно кроме скаляров у нас ничего нет. Но я подозреваю, что то, что вы обсуждали в CFT, это были операторы, которые не удовлетворяют никаким уравнением движения, правильно? И сейчас вот такое, и у него что, спин есть? Нет, у него спин нет, у него скалярный спин. В общем случае по обсуждали, что не очень понятно, что под собой. Нет, спина в двух измерениях у полей быть не может, но скажем из каких-нибудь скалярных полей можно построить какой-нибудь оператор, скажем φ в квадрате. Фи в квадрате уже уравнение движения удовлетворять не будет. И не знаю, если он, например, несет какие-то производные, фи, д, мю, д, ню, фи, там не знаю, какой-то коэффициент, д, мю, фи, д, ню, фи, то у него может быть спин. Ну, точнее, у него может быть нетривиально, да, нетривиально преобразовываться по отношению к преобразованию Лоренса, но это не тот спин, о котором идет речь здесь, ну потому что он вообще не удовлетворяет никаким иншальным уравнением. Ну да, просто мы это делали, но мы не оговаривали, что тут вообще. Сейчас, надо подумать, надо подумать. То есть мы обсуждали, ну да, мы обсуждали, скажем, если d измерений. Так, давайте в сторону отойдем немножко. d измерений, md, пусть даже минус 1, 1. Нас интересовали представления и sd минус 1, 1. Если нас интересует конформная симметрия того же пространства, то конформная соответствующая группа. Это sd2. Так. Если память не изменяет, то так. Соответственно, минус 1, мы подставляем d равно 2. То есть здесь люди тоже занимаются тем, что классифицируют неприводимые унитарные представления конформной группы, но это уже другая история, то есть это другая группа. Если мы построим неприводимое представление вот этой группы, оно не обязательно будет неприводимым представлением этой группы. Ну и так оно и получается. У нас там обычно какой-нибудь есть оператор, который не удовлетворяет никакому уравнению движения вроде вот этого или вот этого. Более того, если мы, скажем, потребуем, чтобы он удовлетворял, то выяснится, что под действием, скажем, дилатации значение массы меняется. Таким образом, вот при разложении конформного, неприводимого представления конформной группы по представлениям Лоренса, выяснится, что оно состоит, ну в общем случае, из непрерывного спектра масс. Так, дальше... Так, что у нас будет дальше? Мы пока построили представление группы по НКР в некотором абстрактном виде, то есть это конструкция Вигнера. Но она пока, наверное, совсем не похожа на то, что вы обычно видите в теории поля. То есть там есть какая-то у нас почему-то вот эта малая группа Вигнера, почему-то у нас тензоры малой группы Вигнера. А в обычной теории поля, к чему мы привыкли, что мы хотим в теории поля, мы хотим иметь СОД минус один, один явный. Как бы синоним. Хотим использовать тензоры Лоренса. И, соответственно, у нас возникает задача, как переформулировать предыдущую конструкцию в лоренс-инвариантном виде. Сейчас через, пусть будет так, через лоренс-инвариантном виде. То есть это такой вопрос. Ну и ответ на самом деле довольно простой. Давайте начнем с случая массы больше нуля. Ну и, естественно, там в Fourier пространстве у нас были наложены, что наше поле локализовано на какой-то гиперповерхности. Если мы делаем обратное преобразование Fourier, то это просто переходит в уравнение, что бокс минус m в квадрате на φ равно нулю. у этого φ будут какие-то индексы. Какие у него будут индексы? Ну, естественная идея состоит в том, что если мы скажем, давайте я буду обозначать Y некоторую форму диаграммы Юнга. что если мы хотим, чтобы она описывала представление малой группы, то есть SOD минус один, характеризуемой формой Y, то мы выберем здесь тензор уже Лоренса. Это тензор Лоренса. Ну, в смысле индекс у него Лоренцевый. Симметрия Y. То есть я не сильно запутал? Наша цель в том, давать цель описать UER, которая m квадрат больше нуля, а представление SOD минус один характеризуется некоторой диаграммой Юнга бесследовой. В качестве, условно говоря, заготовки мы берем поле, которое имеет ту же форму, то есть ту же симметрию, ту же бесследово. Так, давайте верхнее уже вытру, потому что название устарело. Ту же форму, но это уже тензор Лоренса. То есть понятно, что делается? Вы имеете в виду, что у Лоренцевский индекс присоединяется, но как-то переставлять, что симметрия будет атома? Не, ну простой пример. Если мы хотим, скажем, описать представление, которое при редукции на малую группу это обисследовав представление ранга два, симметричное. Это представление симметричное обисследовав малой группы, то есть СОД минус один. СОД минус один. Но мы хотим описать его при помощи тензора СОД минус один один, Лоренцевого тензора. Ну, естественно, попробовать взять для этого тоже симметричный обисследовав тензор, но уже Лоренца. Вот. Но выясняется, что этого не достаточно. Ну, и это довольно легко выяснить. То есть выясняется, что если мы просто напишем, что вот оншельное условие, то, что след вот этого ФИ от Y, ФИ с формой Y, равен нулю, этого недостаточно. То есть оно не описывает того, к чему мы стремимся. То есть оно не описывает неприводимое представление СОД минус один той же формы. Чтобы оно его описывало, необходимо добавить вспомогательные условия, которые состоят в том, что Тензор имеет нулевую дивергенцию по отношению к сверткам со всеми группами, ну со всеми индексами. Ну, достаточно сворачивать там с одним индексом с группы, потому что у них нет личных. То есть надо на самом деле наложить три условия. И тогда это будет неприводимое, будет описывать неприводимое представление ну пуанкаре, что можно проследить, разобравшись с тем, какое представление малой группы оно описывает. Чтобы убедиться, что мы все делаем правильно, что действительно мы описываем одно единственное представление малой группы, именно то, которое мы хотели, мы просто сделаем преобразование в фурье. фурье. И тогда вот это условие перейдет в ПА. ФИА и один равно нулю. Здесь вот эта тильда означает преобразование в фурье. После этого можно сделать преобразование Лоренца, перейти в систему отчета покоя, то есть ту, в которой у нас М на первой позиции и ноль на последней. Да, да. Если вы посмотрите, что дают эти условия, они как раз и дают, что эти тензоры фи не содержат нулевых компонентов, то есть индекс не может принимать нулевое значение, что эффективно редуцирует его с тензора SOD-1 до тензора SOD-1 той же симметрии. Ну давай Y. Так, чтобы это не было сильно абстрактно, приведем простой пример. Уравнение для UER с M квадрат больше нуля и спинер равно 1. То есть вот в качестве заготовки мы возьмем некоторый тензор Aµ. Я не знаю, верхний индекс, нижний, неважно. Потребуем, чтобы он был на правильной орбите. И этого недостаточно. Надо дополнительно потребовать это. Только когда эти два условия наложены одновременно, мы имеем дело с унитарными неприводимыми представлениями. Это понятно, да? Так, ну давайте тогда перейдем. У нас осталось 10 минут где-то. Давайте я расскажу про безмассовые поля. И на этом мы закончим. Давайте, наверное, чтобы сильно не усложнять жизнь, возьмем M равно 0. И пусть нас интересует симметричное представление. Ну да, то есть это означает, что наша цель – это описать некоторое… Фи, как обычно. АС. То есть наша цель – описать при вот редукции до малой группы Вигнера, описать бесследовое симметричное представление ранга С. Сад минус 2. Как это сделать? Ну, предложение такое. Мы берем, опять же, Lorentz of Tensor с той же симметрией. То есть давайте я буду обозначать M сойдет, пусть будет MS. То есть тоже симметричный бесследовый тензор, но где M – это уже… Сад минус 1, 1 индекс. То есть мы потребовали, что след равен нулю. Я думаю, что очевидно, что мы должны наложить условия безмассовости. То есть то, что после преобразования Фуриена локализуется на конус. Из предыдущего примера, опять же, с массивными полями, чего мы сделаем? Мы потребуем, чтобы дивергенция Фи была равна нулю. Ну, из предыдущего примера массивного мы знаем, что этого недостаточно. Правильно? То есть, что наложив эти условия, мы опишем некоторое представление S от D минус 1, да? А нам надо S от D минус 1, 2. То есть нам надо еще чего-то отсюда вычесть. Чтобы чего-то отсюда вычесть, надо добавить калибровочную инвариантность. калибровочную инвариантность действует следующим образом. Дельта Фи МС Кси Ну, я думаю, что вы понимаете, что это значит. то есть вот эти индексы симметризованные, то есть это симметризованный градиент. Кроме того, Кси удовлетворяет тем же самым условиям. Давайте я схематически их выпишу. трейс Кси равно 0, бокс Кси равно 0 и D Кси равно 0. Давайте теперь убедимся, что они описывают то, что нам надо, то есть при переходе к малой группе. Мы опять же делаем Fourier преобразования плюс ну, эти lightcon координаты. lightcon координаты. Ну и мы выберем стандартный импульс P, таким образом, чтобы П плюс было не нулевым, все остальное нули. То есть это что-то, наверное, более типично с верхними индексами назначилось. Ладно, разберемся как-нибудь. П плюс это ноль, а это П и остальные компоненты. Тогда что означают вот эти условия? П плюс ФИП плюс равно нулю. Да? То есть у ФИИ не может быть плюсов. ФИИ не может иметь плюс индекс. А теперь дополнительное условие вот это, калибровочной вариантности. В Fourier пространстве, опять же, с вот этим стандартным импульсом, оно выглядит так. Дельта ФИИ равно… Так, нам надо поднять по плюс, правильно? Индекс. Здесь симметризация. То есть это такого рода ФИИ, которые пропорциональны П плюс. О, нет, я сейчас скажу, здесь минус. То есть П плюс у нас был нижний индекс, когда подняли, стал верхний. Они, как бы, калибровочный инквариант на нулю. Да? То есть у нас отсюда по двум причинам выпадают степени свободы. Первая причина – из-за бездивергентности все, что содержит плюс, равны нулю. Второе условие – из-за калибровочной инвариантности все ФИИ, которые содержат хоть один минус, они калибровочные эквивалентно нулю. Таким образом, ФИИ не может содержать среди индексов ни плюсов, ни минусов, а только вот оставшиеся вот эти D-2 индексы. Ну да, таким образом, как бы, пришли к тому, чему хотели. Ну, если вы внимательно посмотрите, то вот эти условия тоже необходимы. То есть нельзя отфакторизовать из чего-то, что, например, бокс ФИИ равно нулю к Си с таким калибровочным преобразованием, если бы оно не удовлетворяло этому же уровню движения. Ну, это более-менее очевидные технические подробности, так что я это не акцентирую внимание. В общем, нам удалось показать, что действительно, если мы добавим калибровочную вариантность такого типа, мы описываем необходимые представления малой группы. Есть какие-то вопросы с этим? А фермионовый торфор? М? Фермионовый торфор? Да не, наверное, не будем. Ну, вообще не будем. Не, вообще не. Ну да, так можно записать реализованную гравитацию, по крайней мере, уравнение для нее. Ну просто, да, условия тоже получаются. Да. Ну ладно, раз вопросов нет, давайте заканчивать. Всем спасибо за внимание.